всем привет дорогие наши друзья очень рада вас видеть на нашем канале у нас в гостях сегодня праздник я сегодня такая видите красивенькая такая сегодня особенный день у нас в этот день даже дети в школу не ходят в общем сегодня такой праздник прям ну кто догадался давайте давайте вариантики вариантики ну у нашего папы сегодня день рождения и он сейчас на работе да он сутками работает и я хочу чтобы он пришел и все было уже накрыто все красиво такой сюрприз ему устроить детки обязательно в этом участвует и признать у нас какая-то эта традиция у меня голос немножко подсел да вы меня простите что у меня такой голос вот у нас такая традиция прям чтобы дети ну как это сказать понимали что день рождения родителей это действительно праздник и надо его отмечать всей семьей вместе обязательно при любом раскладе но у них конечно пока дел мало да но вот когда они подрастут выросла да у всех будут свои дела институты там работы и чтобы все равно среди этой суеты они находили время приехать к нам и поздравить там с днем рождения папу или меня мне кажется это будет просто это очень приятно когда ну вот в такое время в наше дети ну находят минутку и заглядывают к родителям я пока этого не ощутил потому что они у меня маленькие они каждый день навещают они у меня все время со мной вот ну а когда они подрастут конечно я думаю мы тоже столкнемся такой проблемой что они все разлетятся и мы останемся вдвоем хотя муж у меня такой мечтатель он говорит вот они все у нас выли выпорхнут из гнезда и мы с тобой будем возьмем себе машинку такую старенькую и будем на ней путешествовать я вам себе представляю картину он такой значит в кепочке будет я такая бабулек буду так и платочек завяжу и будем ехать на машинке 20 километров в час куда-нибудь вот не знаю даже куда очень хотим съездить в чехию в прагу прям знаете это моя мечта там такие улочки знаете такое все сказочное мне кажется люди там живут как в сказке там у них так красиво я вот смотрю очень часто всякие там обзоры или еще что-то кто ездит по разным странам это очень интересная страна мне кажется и даже своей истории в общем что-то я углубилась в общем дорогие мои друзья приглашаю вас и давайте посмотрим что у нас будет какой праздник у нас будет в общем поехали итак дорогие друзья хочу начать видео можно сказать так с такой приятной радости приятных мелочей для кухни вы знаете очень много всего заказала в магазине sima land с этим магазином меня связывает вообще какая-то уникальная история потому что наверное где-то лет 7 назад я нашла его на просторах интернета потому что я занимаюсь закупками в школу и я искала обложки мне нужны были очень плотные обложки в москве они все где-то около 100 микрон а мне нужны были 200 там там такие прям конкретные обложечки вот и я значит искала-искала нашла этот магазин находится в екатеринбурге и мне все как-то чё куку совсем что какие обложки из екатеринбурга я гордо ладно лет но успеет все придет там туда-сюда в общем никто меня не верил но мои обложки доехали и это были лучшие обложки я вам скажу какие только я заказывала вот и вы представляете недавно я совершенно случайно наткнулась опять на их магазин и думаю надо обязательно взять у них посуду что такое потому что у них там просто море девочки это просто нереально и там такие приятные цены я вам еще раз говорю с этим магазином я уже давно давным давно знакома и чисто потому что я его знаю я решила взять вот посуду еще что-то да там такое красивенькое прям не могу смотреть какая минажница просто супер вообще прекрасно превосходно вот я решилась у них взять посуду и все такое чтобы вам это все показать и рассказать об этом магазине потому что действительно есть такие магазины которых вы не знаете и к сожалению очень мало кто о них рассказывает поэтому друзья вот сейчас вам все покажу расскажу надеюсь вам понравится вот такие смотрите у нас маленькие я заказала соусники или как это можно их назвать очень удобно на стол ставить сегодня как раз ими воспользуюсь там какие-нибудь оливочки маслины дальше взяла вот такой наборчик дозаторов это для шампуня и бальзама очень здорово потому что обычно таких пластиковых бутылках некрасивых еще взяла дозаторы для мыла но для гель душа гель для душа вот потом взяла вот такую красоту лю смотрите какая оп там всякие драгоценности хранить дальше у меня идут вот такие вот тарелочки смотрите какие блюдечки очень красивые просто я не знаю это невероятно как это выглядит я взяла вот такие но маленькие как блюдца и чуть-чуть побольше они тоже посмотрите какие красивые у них прямо этот рисунок выбит взяла тарелочки для цезаря мне кажется вот нам с мужем сделать цезарь будет очень здорово это баночки для спучих продуктов я там на подарок взяла и вот такую этажерочку я так давно хотела этажерочку смотрите какая она красивая тоже она такая с выбитым рисунком под стать вот этим блюдечком дальше тут мои пузаны и мои смотрите красотули очень классные кастрюльки вы знаете нашла у них в магазине посмотрите как прекрасно вообще выглядят они подходят для всех видов плиты просто вообще для всех индукционных и просто стеклокерамики газовых для всех вот такая вот просто превосходная посудка и огромнейший выбор всего другого у них есть в магазине вот еще кстати баночку я вам вот такую вот взяла ее для смеси феденьки буду туда насыпать чтобы было красиво один из глобальных плюсов этого магазина что все товары которые они отправляют вам домой они упакованы так просто вот прочно хорошо что точно ничего не побьется не помнется не сломается по дороге вот прям реально люди к вкладывают душу что чтобы вам все приехал в целости и сохранности потому что часто бывает из магазина должна вал бирсе приходит и все бита а здесь прям все так упаковано прям капитально что все точно будет на чайнике здесь написано душа на месте когда семья вместе очень здоровский чайник знаете при мне так понравился прям для нашей семьи такой большой хороший вот и также она в магазине сейчас как и везде черная пятница поэтому скидки там на их низкие цены и так огромные вообще мои дорогие вот чисто от души я вам советую этот магазин полюбился он не как я уже говорила давно и можно прям смело набирать и если у вас получится большой заказ нам кажется даже для многодетных есть какая-то скидка но это вот надо точно все там уточнить и посмотреть ну а мы приступаем к украшению нашего стола накрыванию вы знаете так смешно всегда получается потому что я накрываю допустим со старшими а малыши начинают растаскивать еще хотела показать вам набор ну вот столовых приборов такой знаете я купила такие они тяжеленькие хорошие увесистые чтобы прям красиво все было все вот теперь подходит вот такие пироженки еще взяла что-то вы знаете наверное с тортами мы уже объелись я взяла вот такие пирожные очень удобно потому что детки берут каждый свою пироженку и прекрасно кушают такая красота получилась у нас за столом все уже накрыто все уже готово салатики я положила вот в эти салатники для цезаря очень знаете мне кажется даже классно смотрится потому что я подумала что если я буду ставить сюда сейчас салатники другого формата будет некрасиво ну смотрите ребята у нас все уже готово мы ждем очень папочку когда он придет я ему звонила он сказал что уже рядом с домом как обычно он ничего не подозревает думаю что придет все будет как всегда мы его тихонечко поздравим но мы сегодня такой стол накрыли все такое вкусное вкусное и такое все красивое знаете просто погода делает конечно погоду делает посуда это неотъемлемая часть праздника и очень здорово что у нас все вовремя пришло и очень классно все вписалось в наш праздник так что ждем папочку а вы тут что стоите ждем папу стоят две девицы под дверью стоят ждут феди наш уже не выдержал он уже кушает привет да привет на лучше он уже начал трапезу свою да феть рукав очень вкусно просто не могу остановиться вкусная картошка фетя вкусная картошка фетя вкусная картошка фетя вкусная картошка фетя я пришел где все где все хватит прятаться что за прятки такие выиграть играть прятки поиграем ну давайте поиграем неудобно всем рожденья ну ладно одевай вот папке подарки подарили честное тело давай тепло ну так холодно яйца подарки потом вам подарили синагон синагон это мы шумим пипец пипец холодно тепло тепло 常 подожди куда это тепло тепло теплее 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 холодно нет холодно холодно нет Тепло, тепло, теплее, теплее. Теплее, теплее. Вот это? Да! Холодно, холодно, холодно. Подожди, пап, пусть посмотри, что это такое там. Пап, ты понял, что это? Это холодно Алиса. Алиса? С Алисой будешь разговаривать, если тебе грустно станет, тебе грустно. Разговаривать, буду разговаривать с Алисой. А, Алиса, включи телефон. Холодно, 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 очень холодно. Очень холодно. В липу не родишься. Теплее, теплее. Холодно, холодно. Теплее. Горячо, горячо, горячо. Горячо, горячо. Ого, ничего себе удается, ребят. Нет, нет, нет. Такой я не приму дорогу, не знаю. Придется, пап, придется принять. И пользоваться. Открывай, 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 открывай. 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 Нет, у меня старая. Я считаю. Открывай. Смотрите, дети все с таким любопытством смотрят. Как папа настраивает свой подарочек. Сейчас будем вкусно кушать, за стол садиться. Дети уже заждались, пап. Пока ты до нас дойдешь. Так, я не знаю, я разные взял им подарки. Так, это у нас пусть будет... Типа. Это у нас будет... Тепле. Леша. Тепле. Это дерево и такие, эти. Вот так. Тепле. 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 Полине Слич. Спасибо большое. Тепле. Тепле. О, смичь. Открыти. А смичь. Можему подарить, вон кедр. Тепле будет, и вот эта ручка. Тепле. Тепле, открой. Он открывает. Оп, звонок. Буду вызывать себя. Та-дам. О, мам. Это будет звонок на обед. На завтрак, на обед. Это будет. Угу. Вот и садимся мы все за стол. Вы представляете, пока все детишки усядутся, положат себе кушать, конечно, пройдет много времени. Ну и приступаем, конечно же, к поздравлениям. Ну, дорогой папочка, мы тебя поздравляем. Один вот бокал крутой. Бокал не отозвели. Вон твой бокал крутой. Вон твой бокал, старинка. Ты у нас самый незаменимый. Просто. Самый лучший. Идюня, садись скорее. Я сейчас тоже говорю, твоя очередь потом. Недормальный прическа. Ты отличная прическа. Самая лучшая прическа на свете. Быть папой семерых детей, это просто подвиг. Выпрямись, конечно. И ты этот подвиг несешь, преодолевая все, что можно. В общем, ты молодец у нас. Давайте. Мы тебя очень любим. Ну, как же я могла забыть поделиться с вами очень классной находкой в магазине Сима Лэнд. Вот такие вот три емкости для хранения. Можно для соли, для специй, для чего угодно использовать. Очень удобно поставить это все около плиты. И вам это не будет мешаться, занимать много места. В общем, просто супер находка такая. Вот. И мне она очень понравилась. Ну, а я решила налить чаечко опять-таки. И угоститься синабончиком на моих прекрасных блюдечках. Вы посмотрите, какие же они красивые, нежные, изящные такие. Ну, это вообще просто. Это сказка, мои хорошие. А у нас уже наступил обед. Конечно, детишки там играют с папой, потому что это день, который проводят они вместе с папочкой. Вот. И, ну, конечно же, они уже проголодались. И сейчас придут кушать вкусный борщик. Вот. Всем приятного аппетита. Спасибо. После обеда мне решила помочь Люшенька уложить Федю спать. Вы знаете, он очень хорошо засыпает и с Люшей, и с Полиной, и с папой. Поэтому здорово, когда мне девчонки могут в этом помочь. Они его быстренько укладывают, поют ему колыбельные. И потом уже спит он очень хорошо и долго. А в это время посмотрите, что происходит у нас за дверью. Каждый занят своим делом, каждый находит себе работу. Вот Полина полотенце помогает складывать, Нюрочка, видите, что-то тоже там делает. В общем, жизнь многодетной семьи вот такая интересная. Поля, ты что учишь? Зачем? В каком предмет? В русском. Ой, жизнь какая, да, Поля? Ой, Люша вышла. Ну что, спит, Бубусик? Да. С Люша засыпает за две минуты. Так, Нюра у меня здесь. Нюрочка, а ты чем занимаешься? Я чай питья устроила. Чай питья ты устроила здесь? Ничего себе, ты позвала к себе столько друзей. Какая у тебя тут красота. Целая кухня. Кружечки разные, да, придумала? Надо нам посудку купить детскую, да? Я еще хочу на Рождество выбросить куколу. Ну, отличный подарок, я думаю, будет. Напишем Деду Морозу, и все будет. Ну, а эти у нас отдыхают. Смотрите, какой у них отдых безмятежный. Тихон будет. Что ты будешь делать сейчас, Тишун? Слова писать. Диктант. Диктант будет писать по английскому языку. Вот как-то так проводим мы досуг. Итак, друзья, смотрите, я хотела поделиться с вами. Помните, я покупала вот такую классную подставку для всего? В общем, приспособила ее вот здесь, для канцелярии. Тут у нас листочки, всякие карандашки. Тут всякие, не знаю, бумажки лежат. И бумага для рисования. Также у нас теперь здесь живет звоночек, который зовет детей кушать. Там вообще зовет их ко мне. Здесь у нас живет колонка Алиса. Ну, а орешки всякие. Тут Тишуня у нас тут живет. Дальше вам покажу сейчас, что у нас теперь вот здесь живет. В основном то, что к чаю, да. Ну, вот из чего чай наливаем. И Федина смесилка у нас живет в этой баночке прекрасной. Мед, сахар, заварочка. И вот кувшин с водой, потому что детишки часто пьют воду. Дальше, вот смотрите, уже я воспользовала своей красивой кастрюлькой. Марусь ее зовут. Вот, видите, какая она вся нежная. У нас там сейчас борщик, остаточки борща. Ой, какой он чудесный был борщ. Очень вкусный. Мне понравилась. Она такая пузатенькая, прям лилюшечка такая, малюшечка. Вот, дальше смотрите. Здесь все, что для готовки нужно. Ну, как вы уже видели, сюда я положила разные приправы и соль. Это у нас ложка для помешивания такая. Видите, очень красивая. И кувшин для подсолнечного масла у меня здесь. Очень, кстати, удобно в кувшинчике, чтобы небольшие, вот эти бутылки огромные стояли, а очень удобно такой кувшинчик ставить. Ну, и вот решила, кстати, эти дозаторы использовать на кухне, потому что очень часто я прихожу сама даже иногда руки здесь мою. Здесь будет мыло жидкое, а здесь будет у нас средство для мытья посуды. Думаю, вот надо как-то будет подписать их, чтобы все определяли. Ну, в общем, смотрите, как. Вот все организовала я здесь. Мне прям очень понравилось. Видите? Еще вот такие две баночки. Для печенек, наверное, я их сделаю. Ну, вот. Ну, наши витамины, конечно, куда без них-то. Так что вот такая вот получилась красивая кухонка. Написала спальню? Так, пиши, комната. На каком языке ты пишешь, Тиш? На английском. Молодец, пиши, значит, дальше у нас что будет? Новый. Как будет новый по-английски, скажи мне? Молодец, пиши. Так. Ну, а это, дорогие мои друзья, мы вечером пошли в ресторан с мужем и с друзьями. Вот, пока мы там с подругой ждали их. Вот, немножко вам поснимала. К сожалению, у меня почему-то не сохранились другие видео. В общем, дорогие друзья, мы пришли с моей подружкой. Очень вкусное место. Рыба и мясо. Ресторан. И тут очень много вкусной еды. Сейчас я вам все это покажу. Потому что я не умею так снимать. Смотрите, какая вкусная. Смотрите, клешня у Анжелики осталась только. Все остальное она уже употребила. У меня остатки салата. Очень вкусные здесь паштеты. Вот такой вот ассорти паштетов с их гренками. Еще нам сделали вот такой комплимент. Ну, это, наверное, всем делают, да? Вот, на самом деле все очень вкусно. Еще не принесли нам главные блюда, но мне уже все нравится. Еще я заказала облепиховый чай. Вообще, это все в честь дня рождения мужа, который в бане... Надеюсь, в Питер он не улетит. Или твой улетит. В общем, один из них сегодня... Он может. Может оказаться в Питере. Но ничего, мы вернем. Полетел следом. Да. Очень вкусно все. Я еще вам покажу наши основные блюда. Я надеюсь, место у нас для них останется, потому что все так вкусно. Я думаю, надо было только паштет заказать с хлебом. Очень-очень вкусно. В общем, дорогие друзья, я не знаю почему, но видео не сохранились, которые были на моем телефоне. Это видео с телефона Анжелики. Она со мной поделилась. Мужья наши в итоге пришли к нам, когда мы уже почти все съели. Но вот видео нету. Чем могу с вами поделюсь? Очень вкусные там основные блюда нам принесли. И я осталась прям под огромнейшим впечатлением. Прям так вкусно все было. Итак, дорогие друзья, у нас закончился уже праздник. Папин день рождения заканчивается быстро. Как и все остальные тоже праздники. Детишки очень были довольны. Как вы поняли, все у нас были дома. Все праздновали вместе с папой, можно сказать. Папа потом еще вечером пошел погулял. Но вы это все уже увидели. И, конечно, такой осадок остается у детей радостный. И такая традиция хорошая, наверное, что дети должны вместе с папой, ну как бы с мамой, всей семьей собираться и праздновать. В общем, это здорово. Так, ну и быстренько, как обычно, уже как по традиции, отвечу вам на вопросы, которые вы накидали за последнее видео. Значит, Татьяна Исаева спрашивает меня, как я обрабатываю, дезинфицирую посуду, руки, раковину и прочие поверхности после сырых мяса, рыбы и яиц. Вы знаете, специально как-то я не обрабатываю ничего. Ну, конечно, я мою средством и раковину, ну, руки, конечно, спиртом не дезинфицирую, но помыла я их моющим средством каким-то, что там еще, раковину и доски. Точно так же я мою моющим средством. Вечером иногда я мою хлоркой раковину, если там есть какой-то налет или еще что-то. Ну, конкретно как-то прям супер-купер я не дезинфицирую никак, потому что у меня есть отдельная доска, там, для хлеба, для овощей, для фруктов, для мяса. Ну и все, как бы яйца сырые, я никуда не выливаю, чтобы это дезинфицировать. Не знаю, в общем. В общем, просто мою, да, и все. Вот, как все, наверное, моющим средством. Так, дальше у нас вопрос. Так, быстро. Аня, вы ставите своим деткам прививки? Вы знаете, это такой вопрос, я бы сказала, он вызывает очень большой резонанс среди людей. Есть прям люди, которые прививочники, они делают себе прививки. Есть антипрививочники, они не делают ничего. Я думаю, что надо относиться к этому с умом и на каждого ребенка отдельно смотреть. Например, до трех лет детям я точно никакие прививки не ставлю. Пока ребенок не окрепнет, не заработает свой иммунитет, я не рискую такими вещами. Какие-то прививки школьникам, например, можно, ну, я считаю, что уже нужно ставить. Они уже взрослые, окрепшие, и все у них в порядке. Поэтому тут надо смотреть каждому самому и думать, готов он отвечать за последствия этих прививок или нет. Или он не боится ничего. В общем, каждый, наверное, решает сам. Так, вопрос от Малекин. Как дети реагируют на то, что вы младшим детям уделяете больше внимания, и как вы вообще с этим справляетесь, что делаете? Вы знаете, я уделяю внимание всем детям ровно столько, сколько им нужно. Например, если Федя капризничает или что-то ему нужно, я ему уделяю больше внимания. Так вот, с Лукой у нас прям есть целая уже традиция, я его укладываю спать, и мы придумали такой секретик с ним. Значит, он мне дает ручку, я ему говорю, какой-нибудь сон, он закрывает вторую ручку и кладет эту подушку, чтобы сон не убежал никуда. И, в общем, с этим засыпает, и это должно ему обязательно присниться. Так же мы делаем с Нюрой, и вот вчера я рассказала об этом Алёше. Ну, такие вот мелочи, наверное, они хорошо детям потом запоминаются. Так что, конкретно про то, что как дети реагируют, у меня, не знаю, нету ревности какой-то. Ну, я пока, наверное, не сталкивалась с этим, потому что всем детям стараешься одинаково угодить. Вот когда-то я со старшими сижу, прям сажусь к ним в комнату, и мы сидим там, и болтаем, и уроки делаем, и музыку можем послушать. Ну, как-то надо, в общем, это уравновешивать среди множества детей. Чтоб не было никакой ревности и каких-то старших и младших вопросов. Так, вопрос от Таня Васильева. У всех детей разные крестные, она спрашивает. Да, у нас у всех детей разные крестные. У каждого ребенка есть крестные и крестные, и все они разные. Так сложилось, что мы каждому ребенку убираем своего крестного и крестную. И очень здорово, потому что дети и помнят своих крестных, помнят, когда у них дни рождения, поздравляют их, зовут их в гости. Ну, в общем, как-то вот так у нас, в семье вот так заведено. Дальше у нас спросила Алла Африка. Где можно купить такой топор? Мне нужно два, интересно, сколько стоит. Этот топор, на самом деле, моему мужу подарила одна женщина, которая, просто у него такой старинный этот топор был. И один из его хороших друзей взял этот топор и как бы его модернизировал. Он сделал вот эту ручку красивую, его обточил, или как это называется, да, привел в такой порядок, прям супер. Ну, это прям вообще такой топор, как сказка, можно сказать. Ну, в общем, это пока все вопросы, не буду вас долго утомлять. Спасибо большое за просмотр, дорогие друзья, за комментарии. Вопросов пишите больше, всегда на них отвечу. Очень многие пишут мне на электронную почту вопросы, пишут мне и в Инстаграме. Со всеми рада пообщаться. Вот. Ну, в общем, дорогие друзья, буду с вами уже прощаться. Чудесное такое время было, мы провели всей семьей. Такой праздник. На мой день рождения у нас раньше была традиция, мы куда-то выходили. Ходили либо на какие-то площадки, парки, в аквапарки мы ходили. В этом году не знаю, что придумать моим детям, чтобы их удивить, но обязательно что-нибудь я думаю, придумаю. Есть у меня мысля, у нас день рождения в один день с Ирочкой, поэтому, может быть, мы что-то совместное придумаем. Ну, посмотрим, не будем загадывать. Так что, друзья мои, всем пока-пока и до новых встреч.